Всем привет! Сегодня мы продолжим видеобеседы с интересными людьми, и на этот раз мы поговорим с Григорием, который CTO Experience AI. Это такая классная компания, которая много лет существует и занимается компьютер-виженом. И, собственно, Григорий, привет! Привет, Антон! Приятно тебе прийти в подкаст. Давно его смотрю, очень интересное видео, и читал тебя на хабре, когда ты там писал, ну и, собственно, продолжаешь писать. Действительно, занимаюсь компьютер-виженом много лет. У нас, наверное, не совсем типичная для России ситуация. Это может быть и типичная, но, как известно, как ты уже, по-моему, рассказывал в каком-то из видео, в России компьютер-вижен во многом сосредоточен в Нижнем Новгороде. По историческим причинам, потому что Intel, потому что OpenCV. Ну и мой карьерный путь в компьютер-вижен, он тоже связан и с тем, и с другим, потому что пришел я в компьютерное зрение. То есть я по образованию не математики, не программист, я по образованию физик. И вот, когда я закончил университет, у меня встал вопрос, куда идти. Хотелось заниматься чем-то околонаучным, но в то же время прикладным, чем-то связанным с машинлёнингом, потому что тогда он был на слуху. И я увидел, что есть в Нижнем Новгороде компания TIS, которая занимается компьютерным зрением. Я подумал, клёво, пошел, прособеседовался, попал в атмосферу стартапа, когда все с горящими глазами фигачат код, днём, ночью постоянно что-то бурлит, создается. А потом, как известно, TIS купил Intel, мы со всей командой работали в Intel. И в какой-то момент мы с коллегами по TIS, по Intel решили сделать компанию. И вот уже 4 года Experience AI. У нас много ребят, которые работали еще в TIS, в том числе на Dock.TV. У нас много молодых ребят, которые к нам пришли уже из вузов, молодое поколение, так сказать. При этом мы делаем много R&D-проектов на заказ. Мы делаем собственные проекты. Например, у нас есть проект под названием Model Place AI, где мы пытаемся немножко облегчить жизнь мобильных разработчиков, которые хотят себе какие-то компьютер-вижн-модельки. И эта боль, она возникла как раз с темы нашего сегодняшнего разговора про портирование на разные устройства. Да, я как-то забыл тему разговора объявить. А мы сегодня, собственно, говорим про различные оптимизации моделей к их портированию и то, как это эффективно, где запустить. Да. Ну и мы продолжаем заниматься OpenCV. У нас есть команда, которая работает в OpenCV. В частности, я вот немножко мейнтейню OpenCV Python, поэтому, ребят, у кого сломался OpenCV Python на Python 3.9, мы уже чиним, мы в курсе. Sorry, все будет. Это круто. Меня всегда напрягает, что проекты, где люди вместо OpenCV начинают использовать другие средства, загрузки, изображения, обработки и всего такого, каждый раз надо думать над этим, что же человек хотел этим сказать, хотя можно это было сделать куда более привычным способом. Так, вот тогда пойдем по вопросам. У меня есть некоторый список вопросов, но я думаю, они походу немножко развернутся. Вот. Ну и, собственно, первый вопрос такой общий довольно, что оптимизация много... Тут можно говорить вообще о бесконечном количестве различных подходов, способов и задачах, поэтому под какие платформы в целом вы сейчас занимаетесь оптимизацией, какие модели в целом оптимизируете и вообще в целом что делаете? Смотри, мне кажется, что оптимизация, понятие оптимизации, оно возникает каждый раз, как только мы переходим от задач, которые академические, к чему-то, что должно работать в продакшене. Потому что в продакшене у нас всегда есть ограничения по времени, ограничения по ресурсам, которые мы можем использовать, и эти ресурсы нужно использовать максимально эффективным образом. Обычно такого требования в ресерчке нет. Ну, или оно есть, но в терминах нужно сделать быстрее, чем другая сетка на этом же бенчмарке. Поэтому, на самом деле, мы оптимизируем примерно подо все подряд. Под КПУшки, под доступные CPU, под телефоны и под какие-то специальные низкопотребляющие железки, предназначенные для компьютера Вижена. Есть класс устройств, которые производитель позиционирует как штука, которая позволяет читать компьютер Вижен и при этом не потреблять много электричества. Здесь, наверное, можно вспомнить Intel Compute Stick, вот эту USB-флешечку, которая внутри себя содержит акселератор нейронных сетей. Можно вспомнить OpenCVI-кит, недавно вышедший, они оба используют один и тот же чип, который Miridx. Но в целом таких устройств, конечно, гораздо больше. И то, насколько их можно использовать в своих проектах, очень сильно зависит от того, насколько хорошо их поддерживает производитель. Потому что поддержка от производителя, она очень сильно отличается. Ребята, которые делают железо, они все-таки не занимаются обычным компьютерным зрением, они не занимаются тренировкой нейронных сетей. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией вида так, ребята, мы поддерживаем, ну не знаю, мы поддерживаем MobileNet. Смотришь в то, что, собственно, называется поддержка MobileNet, а там одна сепарабельная сверка с конкретными, совершенными размерами кернула. Все. Еще бы иногда хорошо найти документацию на то, какую MobileNet они поддерживают. А то написано, а потом начинаешь конвертировать, один не конвертируется, второй не конвертируется. Да, это очень болезненно. И в целом, ну, такие, конечно, тут можно говорить про большинство из этих тем, то есть, наверное, интереснее, конечно, начать с... То есть у меня есть довольно много вопросов в целом про как раз универсализацию такой поддержки, но это ближе к концу, наверное. А сейчас начнем с каких-нибудь простых чипов. То есть я знаю, что вы поддерживаете вот и работали с GAB8, с аналогичными, даже на конференциях были доклады, я слышал, довольно интересно. И основное, что у меня создалось впечатление от одного такого доклада, что это в течение часа рассказывали про боль, про то, как очень кровавыми методами запихать сетку распознавания лиц в этот, собственно, контроллер. И после этого примерно через год случается ковид, соответственно, маски. И вот у меня подозрение, что после этого, естественно, все сломалось, и половину работы пришлось сделать. Ну, может, не половину, конечно, там, может быть, все пайплайны переобучения сработали, но пришлось сделать с нуля. Собственно, вот про эту тему мне интересно поговорить. То есть, ну, например, все-таки вот там час рассказа про боли. А насколько это типично? То есть сколько времени уходит на то, чтобы запихнуть вот на какой-то низкой... чип с низким энергопотреблением? То есть мы скорее говорим о том, что работает там неделями от батарейки. Вот. То есть сколько времени уходит на то, чтобы туда компьютер-вижн приспособить? А, ну давай я все-таки немножко расскажу, что такое GAP8. Значит, есть такая французская компания GreenWaves Technologies. Они разрабатывают линейку чипов на базе RISC-V с акселератором для компьютерного зрения. То есть там есть RISC-V процессор, есть несколько вычислительных юнитов, которые могут считать какие-то пиратские компьютерного зрения. Есть, ну, например, сверки. И есть у них там свой SDK, библиотеки, компиляторы. Вот это все. Тот доклад на useData, про который ты говоришь, он случился, когда мы не совсем начинали еще работать с GreenWaves. Ну, это, скажем так, мы были в начале своего пути. И вот эта разработка, она делалась в качестве такой пробы, пера, можно сказать, знакомства с инструментами. То есть мы разобрались с тем, как у них устроен тулинг под всю эту платформу, подписали там какого-то системного кода. Надо сказать, что в тот момент платформа еще, конечно, была с точки зрения железа. Она, наверное, была достаточно взрослая, с нашей точки зрения, с точки зрения софта. Она была еще где-то в детском саду. С тех пор все стало гораздо лучше. При этом, вот если тот проект, он был непосредственно с компанией-производителем железа, с тех пор у нас появились коммерческие проекты с компаниями, которые используют эти девайсы и поставляют на их базе решения на рынок. Это, как ты понимаешь, совершенно другой уровень взрослости. И надо сказать, что мы многому научились в тот момент, и это нам сейчас очень сильно помогает. Отвечаю на твой вопрос про то, насколько это все больно, и про скорость. Это больно. Это сильно менее больно, чем пытаться засовывать нейронные сетки на FPGA, с чем тоже был опыт. Хотя, возможно, я давно с ними не работал, сейчас, возможно, стало лучше, я просто не в курсе. Но в тот момент, когда мы работали, это было три года назад, было адски больно. Здесь ситуация постепенно улучшается, в том числе нашими усилиями. То есть мы ребятам показываем, чего нам не хватает, какой туллинг нужно дописать. Сами что-то дописываем, они к себе принимают такую обратную связь. И вот это все возможно только, когда у тебя есть тесная связь с производителем этой платформы. Если производитель не готов консультировать, не готов вкладываться, давать обратную связь и совместно дебажить какие-то проблемы, и у тебя нет человека, который глубоко понимает, как же платформа устроена, как под нее программировать. Потому что тот же как КП, для того, чтобы там правильно написать Инференс, там все равно нужно в кишечке за листичный код пописать, то, что, наверное, многие компьютерные специалисты не очень любят, там, питончик наш, все, конечно, но для Инференс хочется что-то более производительное. Вот это все, наверное, необходимые условия. Ну, понятно, то есть в среднем все становится лучше, но по времени может попасть на очень большие сроки разработки. Ну, смотри, вот мы сейчас, имея опыт с платформой, это для нас, ну, такой достаточно стандартный проект. То есть он, наверное, в смысле сроков не отличается от всех остальных проектов, то есть это несколько месяцев. Но это платформа, которую вы знаете, а, грубо говоря, сейчас там на том же RISC-5 выходит много чего нового, как я понимаю, и вот взять там произвольную железку, скорее всего, если это там железка, на которой нет много на текущий момент, то это можно попасть там на год разработки без проблем. Да, без проблем. Вот. Но сразу хочу еще добавить, почему такие железки берут? Ты говоришь, несколько недель от батарейки, несколько месяцев, а то и лет от батарейки. Ну, это понятно, что есть, ну, тут скорее, что есть, там, ГАП-8, они совсем-совсем низкоэнергопотребляющие, но есть там какие-то промежуточные, я натыкался, то есть тут разница, она всегда, понятно, что можно. Но, а про стабильность решения, то есть вот, например, тот же, понятно, что там сетки надо очень сильно резать, чтобы вот такое железо оптимизировать, насколько там изменения какие-то, условно, другой домен лиц, то есть поставили где-то это в, ну, не в Африке, там обычно, конечно, там, ну, что-то там, предположим, Кавказ. Там же другие уже лица принципиально. Насколько обобщаться, то есть, наверное, у таких сеток сильно более плохое обобщение, чем у тех, которые там более стандартные. Или все-таки можно что-то делать с хорошим обобщением при таких производительностях? Наверное, все очень сильно зависит от юзкейса. Значит, что я точно могу сказать? Я точно могу сказать, что вот прямо сейчас у нас там бежит object detection. Мы там не делали семантическую, например, сегментацию, попиксельно. Мы делали object detection на термальной камере. Соответственно, там люди в офисных помещениях. И низкие разрешения. То есть, понятно, что девайси на слабое, разрешения там небольшие, отсюда и хорошие временные инференсы. И там 8-битный инференс. Типичный наш пайфлайн выглядит как. Мы тренируемся в Paytorche, потом конвертировываем в NMX, потом в TfLite, потому что GreenVex сделал свой тулинг вокруг TfLite. То есть, из TfLite уже конвертируется на шанс. Ну, из NMX, наверное, в Tf сначала, потом в TfLite. Ну, да, но там это... На литву практически. Ну, из Tf в TfLite чаще конвертируется, чем из других фреймворок. Да, 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 конечно. Вот. И квантизация есть... Понятно, TfLite квантизация. Есть квантизация GreenVex своя собственная. Они, значит, не стали поддерживать вот это. То есть, они в каком-то виде поддержали, но тем не менее, там своя квантизация симметричная, в отличие от TfLite, которые есть несимметричные. И вот на этом пути мы теряем где-то... Сейчас скажу. В общем, меньше одного AP теряется при переводе на платформе. Ну, один AP, может быть. То есть, это не так плохо, в смысле детекшена. И учитывая, что там достаточно большой тест-сет на разных девайсах. Вот и камеры эти термальные, они очень шумные. И... То есть, там достаточно... Ну, там и сетка должна быть довольно облегченная, наверное, все-таки, чтобы ее туда конвертировать. То есть, понятно, что теряется немного, но сама сетка тоже выбирается, архитектура. Я не знаю, там MobileNet влазит или что-то... Да, MobileNet влазит. Ну, так... Ну, то есть, ну, его можно порезать, каналы там где-то что-то, но в целом это MobileNet, то есть... Ну, это неплохо, да. Да, это неплохо. Ну, то есть, афпс какой получается при таких задачах? Афпс там не самоцель, то есть там самоцель, значит, я еще, наверное, погружусь в background, где такие решения используются. Я уже упоминал. И в пиджейке, и вот этот проект. Они неожиданно работают на одном и том же рынке. Есть большой-большой рынок решений для аналитики в каких-то зданиях, магазинах, офисах про утилизацию пространства. Они по требованиям GDPR и всего остального они максимально должны быть... Алло, алло, алло. Раз, раз. Да, да, все окей. Ага, значит, по требованиям GDPR и просто из соображений общих эти решения, они обычно должны быть максимально безопасны в смысле прайвеси. Что обычно там требуется? Там требуется, чтобы все вычисления шли на девайсе, чтобы никаких лиц нигде, никуда не отправлялось. Вот часть вендоров согласны с тем, чтобы считалось на девайсе, но была оптическая камера. Часть ребят европейских, которые... GDPR, видимо, строже, они говорят, что нет, мы вообще не можем работать с оптической камерой, только какие-то неоптические методы. Это одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы, поскольку это здание достаточно большое, но представьте, это торговый центр. И нужно покрыть все пространство этими сенсорами. Сенсоров нужно очень много. Менять в них постоянно батарейку, а, естественно, никто не хочет в уже построенном здании тянуть провода. Значит, у нас батарейка, это операционные расходы. Операционные расходы все стремятся минимизировать. В итоге мы получаем, что в батарейке должно работать очень долго весь процессинг на девайсе. Поэтому FPS-ы небольшие, и никто за ними сильно не гонится. То есть, сейчас я вспомню, там типичные времена, Так, что-то МИТа-5 заживал в типичные времена, и после этого исчезло. Да, типичные времена 1-5 FPS. А, ну, в принципе, это не так плохо. Да, это не так плохо. Ну, то есть, понятно, что мы там стараемся для этого сетку режем, жмем там и так далее, но в целом... Ну да, но у меня скорее так было впечатление, по крайней мере, от того доклада, и от других ситуаций, когда я встречался, что такое... Там, по-моему, все сильно хуже по итоговым качествам было, но это, понятно, давно было. Да. Вот, ну, прогресс, как бы, да, хороший такой. То есть, в целом, наверное, даже я всегда... Ну, я всегда везде топлю за то, что надо использовать чип помощнее, чтобы оставалось запас, что там на будущее, если что-то нужно будет прикрутить, чтобы там было пространство. Но в целом, да, там... Понятно, что для каких-то продуктовых задач, когда уже там полностью задача определена и не потребует доработки, это, конечно, хорошее решение. Не, я с тобой полностью согласен, что если есть возможность, то лучше чип мощнее и сеточку побольше, и проблем с тренировкой поменьше, так далее. Это я полностью поддерживаю и везде тоже стараюсь в проектах решение проталкивать, но иногда не получается. Это, да, это проблема. Потому что у нас была ситуация, когда мы как бы советовали там... Ну, какой-то очень простенький фейс-рекогнишн был, мы советовали заложить хоть немножко больше запаса, а вдруг что? Там не заложили, а потом маски появились. Там надо было... Да, там надо говорить, есть маска, нет, а это уже там, ну, что-то нужно менять, изменять, и, конечно, это всегда сложнее такое. Ну, да, ну, собственно, мы плавно перешли к моему следующему вопросу по поводу того, что это было там несколько лет назад, а сейчас с той поры появилось много новых интересных чипов. Я вот летом где-то нашел список на GitHub, где ведет человек о том, что сейчас выходит, и там больше сотни наименований и вот просто чипов. Из них там, по-моему, последние там половина, а то и больше, вышли в последние года полтора. То есть, ну, сейчас понятно, что становится у тех производителей, у которых это не первый чип, все сильно лучше по софту, естественно, по тому, как... Ну, и в целом по производительности, естественно, все сильно лучше у всех. Ну, а в целом, по такому процессу, насколько... насколько он становится... с какой скоростью он становится адекватнее. То есть, сейчас вот, грубо говоря, там, он все еще продолжается? Есть ли надежда на то, что он там станет абсолютно простым, как там конструктор веб-сайта через пару лет из коробки? То есть, соответственно, портирование, там, настройки на новые чипы? Или, скорее всего, он будет все равно узкоспециализированным в зависимости от различных ниш и задач? Слушай, я надеюсь, что он встанет. Мне кажется, что это не вопрос пары лет. Я не видел, естественно, все чипы, которые сейчас выходят. В целом, у меня ощущение от рынка производителей желез, что они, конечно, сильно медленнее реагируют на любые изменения, чем софт. Ну, это понятно, у них цикл производства для меня. А плюс, надо понимать, что все эти чипы, их обычно делают стартапы небольшие, у стартапов нет ресурсов на то, чтобы еще делать пули. Ну, вот, например, тот же самый ООГДИ. У них клевый продукт, ты, конечно, не ругался. Я, кстати, не то, что ругался, я говорил, что он специализированный. То есть, мне там не понравились некоторые их фишечки, но я с удовольствием, там, они же сейчас стартапы, вторая компания была у них, да, я там себе сразу же заказал. Тут скорее вопрос в том, что вот для домашних каких-то применений мне он очень понравился, но мне, например, не очень понравилось, что они не совсем стандартный OpenVIN использовали, то есть, они же там... Ну, они, по сути, своих тулов для упрощения жизни накрутили поверх. То есть, OpenVIN, он старается, но у них такая документация внушительная, ее прям так тянет распечатать, положить рядом с собой большой дом и листать темными холодными ночами. Ну, да, да, но тут, тут, то, что мне тогда не понравилось, это было по поводу того, что как раз для очередной платформы придется, там, целиком, если существует pipeline, придется его переписать в рамках их существующих, вот этих тулов. Так, 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 опять связь, какие-то проблемы. Алло, алло, алло? Что-то все плохо стало. Да, так, все вроде норм. Слышно? У меня все зависло. Да, вот, ну, собственно, мой концерн был в том, что очень много, ну, то есть, свои тулы, если существует уже pipeline, придется потратить силы на то, чтобы на них это перенести, хотя, и, условно, нельзя там сделать, будет как-то параллельно держать один и тот же pipeline на них и на уже существующие железки, которые там, ну, стики-не стики, много же есть платформ. Да, но надо понимать, что это цена, которую ты платишь, если конкретно про Алло говорить, это цена, которую ты платишь за перформанс. В чем идея Алло? В том, что они реализовали изначальную задумку про мир, когда камера припаяна напрямую к мирину, когда ты не грабишь фреймы на хосте, не посылаешь их ускорителей и забираешь результат на обратный. То есть, у них ускоритель сам забирает кадры с камеры, что-то посчитал и выполнил, это сильно более производительное решение. Ну, поэтому pipeline получается другой. Да, да, но, собственно, понятно, что в ситуации, если нам надо картинку обсчитать, потом что-то с ней сделать, изменения и назад накинуть, мы попадаем на все те же расходы. Мне понравилось, что у них на сайте была железка, где был прямо управляющий чип еще напаян. Это, конечно, на мой взгляд, будущее, когда и камера, и ускорители чипа, они все в одной плате. С другой стороны, это уже смартфон, в каком-то смысле. Да. И я вот как раз хотел сказать, что рынок вот этих смартфонов, либо платформ, которые, типа девелоперская плата для смартфона, это же, по сути, идеальная штука для компьютера, вижна. Ее отрезаны, ненужные, и добавлено портов, там можно подключить камер побольше, питание и так далее. И этот рынок, как минимум, в числе девайсов, он кажется сильно-сильно больше, по крайней мере, пока. И вот эта революция про то, что можно будет так же, как в NoCode Constructors и сайты накидывать какое-то приложение с Computer Vision, диплёнингом, вот этим всем, мне кажется, там она случится в первую очередь. Но потом постепенно, конечно, дойдет до каких-то более узкоспециализированных железок. Это возможно. Вообще тут, да, у меня такой еще есть вопрос, собственно, ну раз ты помянул, что вы больше под мобильные платформы портируете, а для мобильных платформ вы больше TF Lite используете или что в целом в качестве? По-разному. То есть, есть, понятно, большой рынок айфонов и там Core ML. Ну да. Есть Android и там интересно. Там дефолтная опция, конечно, это TF Lite, это дальше можно побороться с перфомансом. Если хочется побороться с перфомансом, можно взять, например, Монан, который некоторые вещи делает быстрее. Опять же, если смотреть в TF Lite, TF Lite он сам себе клевый, но у него же есть еще и делегаты. Делегаты в зависимости от платформы могут поддерживаться, а могут и не поддерживаться. Ну, знаешь, в неподходящих моментах. Ну да, ну вот мы довольно долго экспериментировали со снапдрэгоновской платформой в одном проекте и там у нас в итоге получилось, что эффективнее всего их нативно использовать. Их нативно всего использовать способ инференс, потому что с любыми TF Lite он там зачастую в два раза производительность отличалась, а то и больше. но конечно у них там сконвертировать сетку это боль зачастую. Вот, и у меня есть подозрение, что на андроидах это у каждого чипа, который вот существует, ну не у каждого, но у очень многих есть именно свои какие-то нативные, что производитель поставляет. Но я очень плохо понимаю целиком этот рынок, причем он же очень динамический, там в один момент можно что-то примерно представлять, как устроено, но буквально через пару месяцев производитель может выпустить свой софт, другой производитель выйти с хорошей железкой, поэтому мне конечно тут всегда очень странно и очень любопытно послушать, как другие люди с этим работают. Вот, но получается вы в зависимости от проекта, то есть... Да, да. У меня подход обычно такой, что ты берешь какое-то накатанное решение, например, тот же Техлайн, и пробуешь его. Обычный процесс какой-то. Взяли, сделали обзор литературы, посмотрели, какие вообще для данной задачи существуют решения, потому что мир действительно постоянно меняется, может выйти вчера новая работа, которая побьет стейтус за арт, лучше бы использовать ее. Дальше взяли, если есть готовые модельки, попробовали их сконвертировать на девайс и по бенчмаркетингу. Выбрали несколько архитектур, там можно взять какой-нибудь бейслайн, тот же самый, не знаю, с интернет, на мобилнете основанный. В этот момент конвертации мы огребем большое количество граблей различных связанных именно с конвертацией. Вообще поймем, а что же поддерживается, а что нет. Там есть эти все классические проблемы, которые встречаются на всех форумах, типа Relu6 не конвертируется, апсэмпл, поддерживается только нерестом, а в модели линейные и так далее, и так далее. Это не доходя до детекторов, у которых еще есть какой-нибудь NMS, что-нибудь с ним связанное. Конечно. Ой, сколько я прелести огреб с конвертацией постпроцессинга от детекторов с NMS. В Тейфлайте же есть специальный слой про это. А чтобы его получить, нужно подпрыгнуть и в воздухе еще раз присесть. Там в кишочках TensorFlow в детекшн и PIS покопаться, там в принципе вся информация есть, но ее же никто не опишет нормально в документации. В какой-то момент я, конечно, да, понял, что чем меньше с TensorFlow сталкиваться, тем лучше, но, к сожалению, не всегда получается обойти. Да. Но тут, наверное, еще есть интересная тема, про которую можно поговорить в контексте всего этого дела. Вы же одни, как я понимаю, из основных майн-трейнеров OpenCV. Вот. И что в плане OpenCV поддержки всего этого дела планируется? Куда вообще паровоз этот идет? Это большой вопрос для меня в том числе. Есть, я не могу здесь говорить за все команды, которые работают вокруг OpenCV, но вот за часть людей, с которыми я работаю, с которыми мы общаемся, что я могу сказать, идут разговоры такие закулисные, не закулисные, не знаю, про то, куда же развивать OpenCV. Потому что есть ощущение, что постепенно какой-то происходит подкоп под пользовательскую базу. То есть, условно, пришел PyTorch, написал своих способов предобработки картинок, и вот уже часть людей использует для инференса их и не использует OpenCV, хотя, казалось бы, привычный способ. Библиотеку хочется куда-то развивать, чтобы она оставалась живой, динамичной и не заставилась. Одно, то есть, в один момент какое-то было принято решение такое стратегическое, что OpenCV это не про тренировку, потому что есть уже много библиотек про тренировку нейронных сетей, зачем с ними конкурировать, на их поле они молодцы. Поэтому тренировки в OpenCV нет, может быть, что-то поменяется в будущем. А инференс есть, и казалось бы, можно идти куда-то развиваться в сторону инференса, но тут тоже непонятная ситуация. Прямо сейчас в OpenCV что есть? Есть какое-то количество инференса своего собственного написанного, есть поддержка загрузки сеток из разных фреймворков, и есть троп с OpenVIN. Можно использовать OpenVIN как бэкэнд. Получается такая двоякая ситуация. С одной стороны у нас есть система с бэкэндами, различные модули, с другой стороны у нас есть большой кусок кода, который не бэкэнд, а свой собственный какой-то инференс. Вот можно попробовать пойти по пути поддержки разных бэкэндов, то есть подтянуть NX бэкэнд, подтянуть TFLight бэкэнд и так далее. Можно пойти в сторону дописывания инференса самостоятельно. Но это очень больно, потому что форматов сеток очень много, слоев очень много, комьюнити постоянно их дописывает, а ребята, которые контрибьютят в OpenCV стабильно, в больших объемах, их не очень много. Они просто не успевают все делать. Проблема в том, что кажется, для того, чтобы правильно сориентировать эту разработку, нужен человек, который в корпорациях обычно называют Product Manager. Человек, который поймет, что же нужно аудитории. Я лично просто за себя выкатил. Я сейчас не понимаю, что нужно людям, потому что можно пойти в сторону вот этой вот активности, можно какой-то тульник приносить, который упрощает конвертацию, но непонятно, нужно ли это. Если я вот прямо сейчас для своих собственных проектов, я беру, пишу какие-то тулы на питоне, сам там конвертирую сетку в TF Lite и OpenCV при этом не использую. Я не понимаю, может быть, это правильный способ, может быть, неправильный. В общем, очень хотелось бы послушать, что ты думаешь и что думает твоя аудитория на эту тему. Ну, я так сходу, наверное, не выдам, что я думаю, потому что для меня это загадка. То есть, в прошлый раз, когда вы начали поддерживать вот Inference, вы же его давно начали поддерживать, это как, на мой взгляд, это было хорошее решение, то есть, на тот момент. И в итоге все-таки этот Inference, я видел несколько проектов, где его использовали, и в целом это был простой способ. Но понятно, что сейчас уже скорее там Inference, а не другие, стабильные, там, TF Lite, TensorRT, прочее, прочее. Вот. И поэтому это, конечно, на текущий момент это неправильное положение. Но что делать, как выруливать? Потому что я в основном использую OpenCV, это, понятно, там, загрузки, изображения видео, там, какие-то примитивные операции, а вот Inference уже нет. То есть, мне скорее проще, там, OpenCV-шными использоваться, примитивами, вот те, которые еще, там, 10 лет назад были, я их стабильно использую, потому что мне не очень приятно пойторчевый, тот же использовать, он для меня, ну, он может логичен, да, но непривычен, по крайней мере. Вот. Хотя, каждый раз это куча боли с тем же BGR-RGB и всем прочим. Вот. И сколько там ошибок посажено, это сложно сказать. Но куда двигаться, мне тоже непонятно, потому что, с одной стороны, очень крутой проект с классной пользовательской базой и до сих пор я не знаю ни одного другого, который настолько же классно поддерживал там стримы, загрузку всего этого дела именно в питоне и именно, чтобы это в несколько строчек и одной и той же командой. Вот. Но именно уже с инференс, как с сетями все связано, непонятно. Но действительно, с другой стороны, понятно, что есть огромный запрос сейчас на какое-то обобщение этого безумного количества фреймворков, этого безумного там количества нестандартизированных стандартов, назовем это так. Вот. И, наверное, что-то тут такое нужно, как в свое время OpenCV все алгоритмы еще до нейронных сеточек под себя затащило и стал де-факто стандартом на тот момент. Вот. Но непонятно, как это сделать, непонятно. Я, по крайней мере, не знаю. Но может кто-нибудь может действительно из зрителей подскажет какие-нибудь интересные идеи. Да, по-моему, старух. Так. Ну, вернемся к основной теме. И у меня еще были вопросы по поводу оптимизации под различные фреймворки. Какие вообще вы используете пайплайны для этого? Потому что ну, например, там весной на ОДС конференции в одной секции со мной были ребята E-Note AI, по-моему, они назывались. Они, например, прям фреймворк городят, который сам сетку оптимизирует, там какие-то свертки различные тестирует, там тестирует различные куски мобайлнетов или других архитектур просто для того, чтобы понять, что там самое оптимальное под платформу. И они, соответственно, у них вот весь тестовый пайплайн выставлен, и они там ну под какие-то платформы они загружают, и у них вроде там сразу подбирается сетка, которая там соответствует, которая при том же АП дает максимальную производительность. Понятно, что у Гугла есть вообще решение, который там этот AutoML и прочие егошние реализации, которые очень глубоко вот все это делают штуку, но оно столько требует вычислительных мощностей, что ну, это должна быть очень большая компания, которая бы это сделала. Понятно, что есть множество там знакомых стартапов, которые все эту работу каждый раз вручную выстраивают, а вот собственно интересно, как у вас все это дело выстроено, как вы пробуете все это у себя организовать. Ну, я сразу скажу, что она у вас делается вручную, почему, потому что ты сказал, это требует гигантских вычислительных ресурсов, если это автоматизируется. Если говорить вот такой пайплайн, который тестирует ну, видимо, билдинг-блоки резидиум-юнита на перформансах, это хорошее грамотное решение про оптимизацию перформанса. Что меня в нем смущает, так это то, что на самом деле нет никаких гарантий про качество сетки, которую ты получишь. Это естественно. Вот, если, ну, оно есть в автоимейле, потому что в автоимейле ты все-таки подбираешь и тренируешь одновременно. Когда ты делаешь это ручками, у тебя есть некоторые гарантии в том смысле, что ты берешь хорошую архитектуру, которая себя зарекомендовала уже на этой задаче, проверена комьюнити, там, проверена статьей и смотришь, какой у нее перформанс. Это твой бейслайн. Дальше ты напрягаешь свой мозг, начинаешь делать какие-то, ну, достаточно понятные вещи. То есть ты где-то добавляешь страйды, где-то убираешь страйды, подрезаешь количество каналов, может быть, выкидываешь пару блоков, переносишь, если там про SSD говорить, там голову куда-то в другое место переносишь, если с интернет, то там никаких голов понятных, нет, но можно с разрешением поиграть. Еще я что заметил, очень часто когда ты берешь готовую архитектуру, то с архитектурной точки зрения там может быть все более-менее, хотя тоже встречаются эти проблемы с конвертацией, ну, и какие-то вещи можно пооптимальнее делать, там очень часто, например, встречаются проблемы с чекерборд артефактами, когда у нас энкодер-декодер архитектуры, вот, вроде бы известная штука, но очень часто написано так, что есть эта проблема. А вот если посмотреть, например, на те же самые аугментации в тренировочном Пайплайне, то они обычно какие-то дефолтные выбраны, и это, наверное, хорошо с точки зрения весечек, когда все плюс-минус в одинаковых условиях сравниваются. Но нам-то для продакшн нужно выжать максимальное качество из нашего датасета, да еще обычно датасет не очень большой, потому что собирать его долго. И вот тот как раз гигантский простор для оптимизации решения. То есть ты его подрезал так, чтобы оно тебе давало какое-то хорошее время по инференсу, и дальше просто тюнишь качество за счет правильного выстроенного в Пайплайне тренировки данных и так далее. Ну и обычно это какая-то циклическая процедура, понятно, потренировали, померили, потренировали, померили, поменяли на каждом шаге. Не, это я согласен, что аугментация правильно настроена, это, конечно, всегда дает очень большой профит. Ну вот, мне кажется, в качестве классного примера, это в свое время вот YOLO V4 выстрелила, по-моему, во многом за счет того, что как раз там все части Пайплайна очень аккуратно причесали, потому что там же вот именно часть с аугментациями, она очень хорошо и немножко нестандартно написана, оптимизирована под датасет. И это, по-моему, очень классно, причем она довольно стабильная, что ее можно применить к очень большому количеству датасетов. Вот, тут правильно, когда можно что-то сделать правильно и учесть физику процесса, это, конечно, дает очень хороший прирост в качестве, а следовательно, можно и в скорости его выиграть. Вот, ну, я понял. Ну, то есть, системно вы скорее стараетесь все равно всю эту работу под новые платформы руками выполнять. Ну, и про, у меня был, конечно, вопрос еще про обучение, насколько все это завязано на инференс и перенос, но, по сути, это вот и был во многом этот ответ, что аугментации, они очень, конечно, завязаны, ну, то есть, в обучении, в первую очередь, конечно, аугментациями это будет завязано. Ну, и архитектуру тоже, то есть, может, вы обсудили, у тебя есть какой-то инференсный фреймворк, он обычно поддерживает гораздо меньше всяких возможностей, чем есть в тренировочном коде, в моделях, которые приняты в Research Community, и тебе надо каким-то образом обойти эту проблему. То есть, первое, надо понять вообще, что поддерживается, дальше смотреть, что делаем с тем, что не поддерживается, либо заменяем, пытаемся получить какую-то, просто, перетермировать, можно ли, в дистилляцию удариться, можно еще что-нибудь придумать. То есть, все равно, архитектура, она идет от возможностей платформы, от перформанса, от того, какие слои поддерживаются. Понятно, что если есть ресурсы, то можно сесть и написать недостающие слои самостоятельно. Но это обычная история больше про... Ну как? Это не всегда можно. Это если производитель очень хорошо поддерживает, имеет обратную связь, а так... Но обычно у нас эта история либо про Куду, это про дендор... Ну, на Куде, да. Либо про ГАП-8, где с производителем есть поддержка. Да. Ну, у меня остался один вопрос напоследок. Он, конечно, максимально общий. Это что скажешь по поводу FPGA и нейронных сетей на FPGA, куда все это движется, и насколько это перспективно, насколько это хорошо и насколько это имеет смысл. А я, наверное, честно сказать, и не знаю. Потому что мои знания, они ограничены ситуацией трехлетней давности, когда это было долго, это было очень больно, и мы были очень рады, когда оно в итоге сработало. То есть там ограничения вот по подбору архитектуры под возможности того, что команда разработчиков FPGA могла написать, и того, что влезала в FPGA, у нас была очень маленькая FPGA, опять же, вот эти проблемы с энергоэффективностью. Там просто били по нам с каждой стороны. Ну, я сейчас приведу панель. Например, ты хочешь сделать Skip Connection. Большинство современных хоритектур вертится вокруг этого. Тебе команда разработки подоспечей говорит, нельзя делать Skip Connection. Ты знаешь, сколько это по памяти стоит? Ну, а в целом, как сказать, если у тебя есть вот платформа, у Zilinx такие платформы есть, на которых есть ARM ядро и FPGA, то какие-то вычисления на эту FPGA можно выносить, почему нет. FPGA, они чем-то, знаменит тем, что они очень быстро могут что-то считать, если это что-то написано нормальным способом и оно такое Data-Driven Pipeline. Кажется, сетки хорошо ложатся. Проблема с памятью остается. Ну, тут просто одна вещь, которая к этому всему противоречит, что в момент, когда появляются, по сути, асики, все это становится бессмысленным. То есть, как только ту же самую операцию можно сделать на чипе, он будет сильно дешевле. Он будет сильно дешевле. Если тебе не нужно менять архитектуру в процессе, то асик, конечно, твой вариант. Если ты рассчитываешь, что ты ее будешь менять, ну, банальная ситуация, у тебя две сетки, которые не влезают в одну FPGA, значит, на лету ее нужно будет переконфигурировать. Все, асик мимо. Ну, да, это, наверное... А так, конечно, асик, это правильный способ. Да. Вот. Ну, FPGA, да, у меня всегда есть... Я с ними просто еще сталкивался до нейронных сетей в основном, и там это тоже было каждый раз боль, когда там... Да. Какая-то нереальная там оптический трекер, что ли, туда запихивали, и там... В итоге запихнули какой-то очень простой, потому что на любой сложный, когда мы там пытались описать алгоритм, нам говорили, нет, вот тут по памяти, вот это по каналам, это и тут не пройдет. Я как-то... И, грубо говоря, то время, которое потрачено на эту разработку, в итоге оно не окупается, мягко говоря, ну, потому что можно было бы сделать все в 10 раз быстрее, и просто дождаться нового поколения, я уж не знаю, там, какого-то чипа, который все бы это оптимизировал. Да, скорее всего, так все и есть. Ну, в целом, мы подошли где-то к финалу тайминга, потому что я стараюсь, вот, чтобы укладывалось минут в 40-45, вот, поэтому спасибо огромное, я думаю, что можно как-нибудь будет повторить, вот, если особенно аудитория накидает каких-нибудь вопросов, которые... Ну, у вас на сайте очень много рассказано, чем вы занимаетесь, собственно, ну, я дам ссылку на сайт, если какие-то специфические и более вопросы будут, я думаю, можно еще повторить. А, а еще у тебя или даже у вас есть какой-то канал на ютубе, я на него натыкался. Да, я тоже дам на него ссылку, пусть. Там, по-моему, очень мало просмотров, но будет полезно, надеюсь. Просмотров немного, ну, потому что мы эти семинары начинали как внутренние, а потом решили, а почему бы и нет, пускай будут открытые. Вот. Ну, спасибо большое. Спасибо, было здорово. Пока. Пока.